Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Спасибо, что заглянули. Очередной мук-панк. И сегодня у нас с вами завтрак. На быструю руку. Всё приготовила сама. Рецепты на всё у нас есть на нашем кулинарном канале. Ссылку на такие прекрасные панкейки я обязательно оставлю в описании. Короче, на всё будут ссылки. Обязательно переходите. Смотрите, кроме бутербродов. Бутерброды у нас с красной рыбкой. И рыбку, кстати, мама сама засолила. Посмотрим, как вкусно получилось или нет. Потому что я ещё не пробовала. Читала комментарии. И там все были за, чтобы я снимала видео, когда я хочу. Даже те люди, которые держат пост. Мне, честно, очень приятно. Что, несмотря на всё это, вы всё равно хотите смотреть мои видео. Мне просто стало интересно, сколько людей у меня в подписках. Вот прям сейчас, прям сегодня держат пост. Напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть я очень рада, что нету никакого осуждения, что почему ты снимаешь видео в такой священный месяц. То есть люди очень лояльны, с пониманием. Отнеслись к этому. У нас мама не держит пост, папа не держит. Вообще никогда никто. У нас дома из членов моей семьи не держал пост. Даже бабушка. Я спрашивала у бабушки, нужно ли мне держать пост. Она говорила, что это не обязательно. И бабушка рассказывала истории своего детства, что их бабушка заставляла их держать пост, даже если не хочешь. И она рассказывала, что они с сестрой бегали в соседний огород. И там были непоспелые какие-то фрукты. Небольшие такие мелкие сливы на деревьях. Зеленые. Пока бабушка не видела, они быстренько это все хомячили. А приходя домой, бабушки говорили, что нет, мы весь день ничего не ели. И бабушка с такой улыбкой это рассказывала. То есть это был период, когда бабушка была подростка. Возрослевая она поняла, что кого она обманывает. Понятное дело, что это все ерунда. В общем, много людей сейчас держат пост. Но в моем окружении никого. Нет. Один человек только держит пост. Но я знаю человека, я не знаю, сколько это правда. Я знаю человека, который держал пост и загадал желание. И она продержала пост весь месяц. Ее желание в течение этого года исполнилось. Она вот прям честно держала пост целый месяц. Но также у нас там соседи в деревне, девчонки держали по три дня. То есть не обязательно целый месяц. Мне правда в комментариях пишут, что три дня нельзя держать. Но я в своем окружении видела, что как бы держит. Кто три дня, кто десять дней. Вы знаете, насколько сильно я люблю что-то заказывать онлайн? Очень сильно люблю. Особенно если товары выглядят так же, как на картинке. Если эти товары радуют тебя долгое время. Эти кисти я просто обожаю. Заказывала их с Алиэкспресс. Было это достаточно давно. Но несмотря на это, они в отличном состоянии. Даже немножко грязные. Это говорит о том, что я каждый день ими пользуюсь. Каждый мой макияж не обходится без этих кисточек. И кстати набор был большой. Несколько штук я просто подарила подружкам. Что-то оставила себе. И кстати надо докупить еще. Растушевочные кисти просто пушка. А этой кстати я наношу тон. И чаще всего мою именно ее. Каждые три дня я обязательно мою эту кисточку. Но несмотря на это, она в отличном состоянии. Также огромный плюс чисто для меня. Это то, что товары можно сканировать прямо здесь. Я захожу в любой магазин. Беру товар, который мне нравится. Просто его сканирую и ищу такие здесь. И сразу посмотрите сколько результатов. Это очень удобно. В магазине я сканирую товары. И вижу, что на Алиэкспресс они стоят гораздо дешевле. И уже со спокойной совестью беру и заказываю. Особенно советую этим воспользоваться именно сейчас. Потому что сейчас начинается великая китайская распродажа. Скидки аж до 80%. Покупай больше, а плати меньше. Именно на этой распродаже есть возможность получать скидку аж в 4 доллара с каждых 30. Таким образом с каждого заказа вы можете сэкономить аж 12 долларов. Я могу просто часами залипать и смотреть сколько всего здесь интересного. И каждый, абсолютно любой человек найдет для себя что-то нужное, полезное, по доступным ценам и с огромным ассортиментом. Также естественно не может не радовать, что доставка в любую точку мира. Казахстан, Азербайджан, Беларусь, куда угодно. Ссылочку я вам оставила. Обязательно переходите. Скачивайте приложение. Смотрите товары. Грех не воспользоваться великой китайской распродажей на Алиэкспресс. И получить товары со скидкой аж до 80%. Вся подробная информация в описании. В моей жизни было однажды... Три дня я держала пост. И на третий день я как-то забыла и выпила воду. Хотите верьте, хотите нет. Но реально я нечаянно выпила воду. Просто в какой-то момент, я не знаю, по мнению рассудка, я вообще думала абсолютно о другом. И вдруг я выпила воду, и она мне настолько понравилась. Я думаю, блин, какая вкусная вода. И тут резко, как будто меня облили кипятком. Я понимаю, что мне нельзя было пить, потому что я держу пост. У меня получилось два дня с половиной. То есть вот так. Я с большим уважением отношусь ко всем людям, которые сейчас держат пост. И я считаю, реально, это люди с очень большой силой воли. У меня не получается. У меня еще такой характер. Когда я знаю, что нельзя, мне еще больше хочется. То есть, например, в обычный день я, например, в такое время даже не кушаю. А когда я держала пост вот эти несколько дней, я как проснулась, у меня зверский аппетит. Мне прям так хочется кушать. То есть физически мне было это очень сложно. Возможно, это самовнушение. Просто будет интересно почитать, сколько людей у меня в комментариях постятся именно сейчас. Обязательно переходите, смотрите рецепты, если тоже хотите приготовить. Воздушные какие получились. Кстати, на видео, где я показываю, как готовить панкейки, там как раз-таки они получились не такие уж прям супер. А все потому, что сковородка нехорошая. То есть прямо на слабом огне. Жарите. Я вам говорила, что через месяц прилетает папа. Я всегда хотела на свежем воздухе, за круглым столом устроить какой-то классный завтрак, где будет очень много разных блюд. Как в ресторанах у нас дают вот эти турецкие завтраки. Я просто их обожаю. Я думаю, такое надо организовать. И вот постоянно думаю об этом. Мама говорит, нас всего двое. Но организовали мы огромный такой стол. Кто это будет доедать? Мама говорит, проще пойти в какое-то заведение и покушать все это. Но когда большая семья, все приедут. Еще плюс хорошая погода на улице. Я очень хочу организовать такой завтрак. Сама все купить, все приготовить. Вам обязательно засниму. Это когда в следующий раз я поеду в деревню. Мне уже настолько не терпится. Кстати, рыбка получилась просто супер. Мама ее посолила сама. Это пару дней назад. И она уже готова. Чтобы так тонко нарезать, я сначала поместила в морозилку. Но затем аккуратненько разрезала. Когда мы всей семьей жили вместе, то, если честно, не такое отношение было к папе, как сейчас. Возможно, это с возрастом. Ты понимаешь, насколько тебе дорог папа. Но мы с мамой настолько привыкли вдвоем. Что за звуки? Это, видимо, твикс. Все так угорали над тем, что твикса побили. И вот теперь у меня дилемма. Поеду я в деревню брать его с собой или нет? Возьму его с собой. Там его прессанут. Оставлю здесь одного. Не знаю, что случится. Оставить у брата я не могу. Потому что брат тоже поедет вместе с нами. Со своей семьей. Да и вообще, их коты вообще... У них кошечка и кот. Кошечка это ужас какой-то. Истеричка просто. Вчера была у них. И у меня, короче, волосы длинные. И она начала играть с моими волосами. Сначала это меня забавляло. Потом это меня начало раздражать. И убрала волосы. И как вы думаете, когда я убрала волосы, она так начала визжать, как будто я ее режу. Я вот в своей жизни очень много котов видела. Надеюсь, это видео не посмотрят перерва, на как я обсираю ее кошечку. Ну, реально, настолько неадекватную кошку я вижу впервые. Причем она, когда маленькая была, такая адекватная была. Милая. То она самоубийство совершает. Кидает себя с балкона. То она убегает в подъезд. То она просто бросается на людей. Причем, ладно, я бы ее трогала. Я просто прохожу рядом с ней в капроновых колготках. И она вот так вот ногтями об моей колготке. И все, у меня пошли затяжки. Реально, она с приветом. Мой тоже с приветом. Но у него привет своеобразный. Он просто всех боится. А она не то, что никого не боится. Это чисто собака дома. То есть, ни капли страха в ее глазах нету. И почему-то именно меня она не влюбила. Хотя я очень люблю животных. И обычно животные тоже очень прям тянутся ко мне. Но не в этом случае. Возможно, она чувствует запах другого животного. Очень воздушные панкейки получились. Вообще, я раньше хотела еще подобрать собаку с улицы. Сейчас я понимаю, что нет. Это большая ответственность. Это все очень сложно. Вот сейчас еду в деревню, не знаю. Брать с собой, не брать. Мне в комментариях пишут Какая ты безответственная. Взяла городского кота и позволила его избить. Ну, что значит позволила? Я что, за Твиксом должна была ходить с тапочком и охранять его как телохранитель? У меня других тел нету. Или я на кошачьей разборке должна была в виде крыши идти. Я откуда знаю, что его бьют там? Или колокольчик повесить на шею. Ну, помните, в прошлый раз, когда я его оставляла дома, буквально на 4 дня, увидели, в какое состояние пришла его лапка. Какую-то инфекцию он занес. Потом мы лечились. Хрен знает сколько. Твиксу очень хороший ветеринар. Она действительно офигенная. Просто она столько любит животных. Одно дело, люди делают как бы свою работу то есть за денег. А она реально очень любит животных. Совсем забыла. Они, кстати, просили отправить видео после того, как он выздоровел. Я постоянно забываю. Я, кстати, не знаю, как они меня нашли. Но мне написали они в инстаграм, что отправьте нам видео Твикса, как он выздоровел. А я им никогда со своей основной страницы в сайте Эмили не писала. Как они меня нашли, я не поняла. Ну, Твикс, слава богу, здоров. Мы его кормим только этим кормом в Ленарии. Хотя врач говорил, там, два месяца покормите достаточно. Я уже, знаете, боюсь этой всей суматохи. Поэтому, думаю, ничего страшного. Лучше будем питаться у Ленария. Так что вот так. Меня два вида собак привлекают. Во-первых, это шпиц. А во-вторых, это просто дворняшки. Просто встретить какую-то дворняшку на улице и взять себе. Я это хотела сделать, но в последнее время я понимаю, что это блин очень сложно. На этом все. Я наелась. Было очень вкусно. Огромное спасибо. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока.